Молюсь о том, чтобы эта серия посланий благословила вас. Бог имеет ответ на каждую вашу проблему. В вашей жизни нет ни одной проблемы, с которой бы не сталкивался Иисус. Вот почему Слово Божие так актуально всегда и сегодня так же. И вот почему Бог говорит к нам через псалмы, написанные 3000 лет тому назад. История показывает, что успешный лидер — это не обязательно успешный отец. Но больше мы поговорим об этом на следующей неделе. Есть много очень успешных бизнесменов, очень успешных политиков, очень успешных специалистов, а также очень успешных пасторов, но при этом они не успешны, как отцы. Цель этого послания не в том, чтобы вызвать в ком-то чувство вины, а чтобы укрепить вашу веру и чтобы вы никогда не сдавались. Одним из таких людей был царь Давид. Царь Давид был великим воином. Он был великим царем. Он был великим лидером. Он был автором песен. Осмелюсь сказать, что он был также и духовным лидером своей страны. Однако он провалился как отец. Он был так занят работой в израильском царстве, что провалил свою самую важную обязанность. Один сын изнасиловал свою сводную сестру. Другой сын убил своего сводного брата-насильника. К тому же, его сын Ависалом совершил государственный переворот, чтобы свергнуть своего же отца. И какое-то время Ависалом даже правил в Иерусалиме. И царю Давиду пришлось бежать из своего дворца, чтобы спастись от своего собственного сына. Могущественный и успешный царь Давид был в бегах. Да, он был в бегах. И пока Давид был в бегах, вдали от дома, от семьи, от своих подданных, он сел под вдохновением Святого Духа и написал 27-й псалом. Это молитва. И только те, кто прошел болезненные, жизненные обстоятельства, только те, кто оказывался в полном отчаянии, смогут не только понять псалом, но и найти что-то общее с Давидом. Давид оказался с разбитым сердцем, измученными эмоциями и разорванным над счастью царством. Давид оказался в довольно жалком положении. Напоминаю, что в прошлом он уже видел тяжелые дни и переживал сердечную боль, но не так, как в этот раз. Это был самый болезненный случай. И вот он садится и пишет слова 27-го псалма. «Надеюсь, вы его уже открыли». Эта молитва на самом деле песня, если точнее, если посмотреть на нее, на еврите и на то, как она написана. Так вот, это действительно песня, и в ней три куплета. Первый куплет — это стихи первый и второй. Здесь Давид приносит уверенную просьбу. Второй куплет — это стихи с третьего по пятый. И там он приносит Господу обоснованную просьбу. И в третьем куплете — это стихи с шестого по девятый. Вы видите, как Давид находит причину для радости. Надеюсь, вы готовы. Поэтому предлагаю прочитать вам его. Первый куплет, в котором представлена уверенная просьба. Не упустите важный момент, касающийся его уверенности. Он приходит к Богу уверенно. А откуда взялась его уверенность? Из правильности его молитв? Может быть, так? Нет. Они правильные. И с этим не поспоришь. Но разве он говорит, «Бог, посмотри, сколько я сделал для тебя, и теперь ты у меня в долгу». Это самоправедность. Нет, так он не поступал. Его уверенность вызвана тем, что он знает, кто такой Бог. Он говорит, «К тебе я взываю Господи, скала моя». Вот кто он. И я хочу спросить у вас, а знаете ли вы, почему Библия называет Бога, а потом и Господа Иисуса скалой? Потому что скала — это символ неизменности. Скала — это символ непреложности Бога. Скала — это символ постоянства Бога. Скала — это символ непобедимости Бога. Скала — это символ нерушимости Бога. Никто не может называть себя скалой, кроме Господа Иисуса Христа. Аминь. Но здесь есть еще кое-что, что вы не должны упустить. В этом псалме показан удивительный контраст. Я хочу вам его объяснить. Давид и его мир распадаются на части, но Бог остается кем? Мир Давида рушится, но Господь остается при этом кем? Земля и трон уходят у Давида из-под ног, но Бог остается при этом кем? Когда-то сила Давида казалась непобедимой. Он победил всех врагов, всех, а сейчас он в бегах. Но Бог при этом остается кем? Безопасность Давида тает у него на глазах, но Бог остается подданно, и даже друзья Давида обращаются против него, но Бог остается кем? Позвольте у вас спросить, вы там были? Вы были в подобном положении? Возможно, кто-то прямо сейчас находится в этом положении, когда все кажется идет хорошо, и все на своих местах, как вдруг все начинает распадаться на части. Внезапно компания, на которую вы рассчитываете, идет на дно. Сделка, которую вы заключили, распадается. Брак, который выглядел крепким, о здоровье, которым вы гордились, вдруг все в мире начинает рушиться. Тогда сделайте так, как сделал Давид. «Идите к тому, единственному, кто не меняется. Идите к тому, чья любовь к вам не ослабевает. Идите к тому, чья стабильность по отношению к вам не вызывает сомнений». И вот еще один вопрос. Когда вас предает тот, кого вы считали близким и дорогим, к кому вы идете? Или же вы злитесь на Бога за это предательство, к которому Он не имеет никакого отношения? Когда у вас проблемы, из-за принятых вами неправильных решений, вы взываете к вечной скале. Или же ложно обвиняете его в том, что не защитил вас от последствий вашего выбора. Уверенная просьба Давида была основана на знании того, «Кто такой Бог?» Вы никогда не увидите, чтобы Давид говорил о том, что Бог ему чем-то обязан. В современной культуре всем кажется, что им кто-то что-то должен. Слышите меня, да? Такая вот современная культура. Им кажется, что Бог им что-то должен. Им кажется, что правительство им что-то должно. Им кажется, что родители им что-то должны. Им кажется, что церковь им должна. Что касается Бога, то Он не должен нам ничего. А мы обязаны Ему всем. Люди с таким мышлением никогда не достигают ничего великого или стоящего внимания. И Давид говорит, «Я взываю к тебе». О чем? О том, что ты мне должен? Нет. О том, что я сделал для тебя? Нет. И снова нет. Я взываю к тебе о милости. Давид понял, если Бог не слышит его и не дает ему милость, то он не жилец. Я очень хорошо понимаю Давида, потому что я борюсь с Богом. Я часто говорю Господу, без твоей милости и благодати я ходячий мертвец. Бывают моменты, когда я полностью проваливаюсь в жизни, и тогда я прихожу к Богу буквально на четвереньках. Я приползаю к Нему. Я говорю, «О Господь, я не имею права просить у тебя чего-то кроме твоей обещанной милости. Господь, я уверен только в твоей милости. Господь, моя единственная гарантия — это твоя милость. Когда Давид писал эти слова под вдохновением Святого Духа, ему очевидно казалось, что Бог молчит. А вы когда-нибудь сталкивались? С Божьим молчанием. Возможно, вы переживаете Божие молчания прямо сейчас, но у него есть цель для этого. Давид просит Бога нарушить молчание и ответить на его молитву. Он говорит Господу, «Господь, я не жилец, если твоя милость не нарушит твое молчание». И вот Давид поднимает руки к святому святых. Это символ божественного пребывания. Он поднимает руки к Господу. Это признак или символ страстного желания умолить Бога. Когда Моисей сделал так на горе, Иисус Новин победил в сражении. Когда Иаков боролся с Богом, Бог услышал его зов. Когда у Иисуса выступил пот, как капли крови, в Гефсиманском саду, на третий день произошло воскресение. Итак, уверенная просьба, а потом Он спокойно рассуждает с Богом. Посмотрите на стихи третий, четвертый и пятый. Если мы не знаем, как судить грех в нашей жизни, то не имеем права судить других. Услышьте меня. Красота спокойных размышлений с Господом в том, что Он рассуждает не на основании Своей самоправедности, как я уже говорил вам, а на основании Божьего характера. Давид уже пришел к Богу и признался в своей греховности, но он сделал значительно больше. Давайте вместе посмотрим на это. Он не просит в своей молитве или песне, чтобы Бог осудил грешников. Нет, он начинает не с этого. Он просит Бога сохранить его от того, чтобы грешники не затянули его в свои схемы и планы. Джон Уэсли сказал то, что я часто цитирую, «Но благодаря Божьей благодати я сейчас здесь. Благодаря Божьей благодати я сейчас перед вами». Давид знает о своей наклонности грешить. Давид знает о своей наклонности вести себя как грешник. И поэтому он начинает с признания того, что без поддерживающей силы Божьего Слова без поддерживающей силы Божьего Духа и без поддерживающей силы Божьей милости. Его могло бы унести вместе с грешниками, и он был бы таким же, как они. Не пропустите то, что я собираюсь сказать. Когда Давид молился за справедливость, то молился не просто как человек. Есть разница в том, когда молимся мы с вами, и когда молится лидер страны. И здесь он молится как царь Израиля. Он молится здесь как правитель. Одно дело, когда даже глава государства или страны молится как верующий. Он может даже молиться о прощении грехов, но совсем другое дело. Когда человеку власти борется за справедливость и наказывает грешников, как сказано в послании к римлянам 13 главе. Зло не должно процветать никогда. Никогда. Независимо от того, как вы относитесь к тем, кто его совершает. Вы еще со мною? Мы должны молиться о том, чтобы их злые планы были расстроены и разрушены Богом. К сожалению, сегодня многие под маской сострадания больше сострадают преступнику, чем жертву. Они больше хотят защищать гражданские права злодеев, чем права тех, кто пострадал от их злодейства. Они хотят защищать насильника, а не его жертв. Их больше волнует права педофила, чем права детей. Дорогие, это неправильно. Это зло, и мы никогда не должны уступать ему. Мы должны молиться о том, чтобы Бог поднимал лидеров с чувством справедливости и негодования по отношению к злу, потому что именно к этому они и призваны. Уверенная просьба, спокойное рассуждение и причина для радости. Все мы, когда попадаем в проблему или в какие-то трудности, молимся и взываем к Богу. Не так ли? Мы просим других взывать к Богу от нашего имени. Прекрасно. Продолжайте так делать, но есть одна вещь, которую я успел заметить. когда Бог отвечает на молитву, то чаще всего человек полон энергии, он в восторге и полон благодарности Богу. Так всегда происходит в начале, но со временем эта энергия, благодарность и восторг по отношению к Богу начинают увидеть. В Евангелии от Луки 17 главе мы читаем о десяти прокаженных. Десять человек, все десять получили исцеление, и только один, иностранец, Самарийен, чуждый завету Израиля, только он один вернулся и сказал, «Спасибо, Господь!» И тогда Господь спас его. Он исцелил его тело, а также спас его душу. А это благословение благодарности, но это тема другой проповеди. Но мы буквально чувствуем эмоции Господа Иисуса, когда он говорит, «А где остальные девять? Разве вас было не десять? Почему только Самарий не вернулся, чтобы поблагодарить? Может, они считали, что мир перед ними в долгу? Но Давид не такой. Давид начал славить Бога и благодарить Его еще до того, как смог увидеть доказательство ответа на свою молитву. Он уже славил и благодарил Бога. Вы посмотрите только на седьмой стих. Давид говорит, «На него уповало сердце мое, это прошедшее время, и он помог мне настоящее время, и я прославлю его, будущее время». Основываясь на своем опыте и знании Бога, он видел, как Бог защищал его от львов и медведей, как Бог дал ему победить Голиафа, основываясь на знании характера Бога. Прошение Давида превратилось в то, что он увидел, как Бог двигается, что в свою очередь превратилось в песню Господу. Дорогие, я знаю, что многие из вас знают это, но мы не ведем свою христианскую жизнь в вакууме. Нет, то, где мы сегодня, результат того, где мы были вчера, и завтра мы будем где-то на основании того, где мы сегодня. Давид не только начал славить Бога за доказательство ответа на свою молитву, но и ходатайствовал за других. Это очень важно. Люди, которые молятся только за себя, когда у них возникают проблемы, им нужна помощь, но или только за своих близких родственников и их нужды, и никогда не молятся за других людей, упускают невероятное благословение. Это благословение, которое я даже не могу описать словами. Это нужно пережить самому. Я говорю об этом из личного опыта. Это никак не подрывает авторитет Писания, а лишь подтверждает истинность Слова Божьего. Молитва за других, принесение нужд других людей Господу содержит в себе особое благословение, которое не описать словами. Молиться за Божье дело, молиться за Божьих людей, молиться за то, что близко и дорого сердцу Бога. Какое это счастье и благословение для настоящего и искреннего ребенка Божьего. Это благословение, о котором вы не можете рассказать другому человеку. Вы это пережили. Это нужно пережить на личном опыте. И вот Давид заканчивает свою молитву или песню ходатайством за других людей. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастырем и веди их вовеки. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Юсефом. Я каждому нежию кофе И с те